Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте начать первую часть нашего вебинара, которая посвящена, повторюсь, диагностическим методам исследования при подозрении на лимфомы, включая верификацию диагноза. Данная часть будет состоять с подробного разбора клинического обследования пациента, лабораторных инструментальных методов исследования и методах верификации диагноза, и завершиться описанием клинических случаев. Остановимся подробно на клиническом обследовании пациента, которое включает в себя сбор жалоб, анамнеза пациента и физикальное обследование. Жалобы у пациента с лимфомой могут быть неспецифическими, но есть ряд характерных для лимфом жалоб, которые объединяются под таким общим термином, как Б-симптомы. Это лихорадка выше 38 градусов не менее 3 дней подряд, без признаков воспаления, ночные профузные поты и похудание на 10% массы тела за последние 6 месяцев. Также для лимфомы характерно наличие лимфоденопатии, то есть увеличение лимфоузлов различных локализаций. Это могут быть как периферические лимфатические узлы, которые могут быть оценены визуально и физикально, так и глубоко расположенные лимфатические узлы, такие как внутригрудные или лимфоузлы живота, таза, которые не видны невооруженным глазом, но могут проявляться характерными симптомами при их массивном увеличении. Это синдром с давлением верхней пола и вены, абдоминальный болевой синдром, желтуха, асцит, клиника острой кишечной непроходимости и так далее. Также для лимфом, повторюсь, характерны неспецифические симптомы. Это различные проявления паранопластического синдрома и симптомы поражения соответствующих органов и экстранодальные представительства лимфомы дают соответствующую симптоматику. Лабораторные исследования включают в себя обязательные методы. Это клинический анализ крови обязательно с микроскопией, биохимический анализ крови, широкая панель, исследование свертывающей системы крови, общий анализ мочи и анализ крови на инфекции. Добрый день, уважаемые коллеги. Наиболее важным и оптимальным инструментальным методом исследования при подозрении на лимфому у пациентов при первичной оценке с целью оценки распространенности опухолевого процесса, а также с целью выбора потенциальных сайтов для биопсии, является компьютерная томография всего тела с внутривенным контрастированием. Также при наличии периферической лимфоаденопатии в некоторых случаях используется ультразвуковое исследование для оценки структуры лимфатических узлов и также с целью выбора сайта для биопсии. При отсутствии возможности выполнения компьютерной томографии допустимо в соответствии с российскими клиническими рекомендациями использовать рентгенографию органов грудной клетки и ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Как и любое онкологическое заболевание, лимфома, постановка диагноза лимфома основана на морфологическом исследовании. Верификация диагноза в данном случае имеет несколько важных особенностей, которые необходимо учитывать. Во-первых, необходимо правильно выбрать сайт для биопсии, о чем мы поговорим немножко позже, а также выбрать адекватный метод для забора биопсийного материала. Также следует учитывать, что выполнение биопсии стоит проводить до начала лечения глюкокортикостероидами. Это обусловлено тем, что глюкокортикостероиды обладают так называемым лимфолитическим эффектом и уменьшают относительное количество диагностических клеток в исследуемом образце. Самым важным является то, что анализ гистологического материала должен производиться гематопатологом или патоморфологом, который специализируется на диагностике онкогематологических заболеваний, и это должно происходить желательно в условиях референс-центра. Очень важно это по той причине, что диагноз лимфома является одним из самых патоморфологически сложных диагнозов, поэтому этот диагноз выставляется патоморфологом, который имеет опыт постановки таких диагнозов. Что касается выбора сайта для биопсии, то предпочтительным является биопсия лимфатических узлов, однако при отсутствии лимфоаденопатии в редких случаях, когда представительства лимфомы ограничены экстранодальными очагами либо селезенкой и костным мозгом, биопсия производится из указанных органов. Какой лимфоузел для биопсии лучше выбрать? Существует несколько критериев, которые позволяют нам выбрать оптимальный лимфатический узел. В частности, это размер лимфатического узла. Он должен быть 1,5 на 1,5 см, либо 2 см в наибольшем диаметре. Также лучше выбирать увеличенный лимфатический узел, длительность увеличения которого составляла от 4 до 8 недель. Также следует подвергнуть биопсии лимфатический узел, который быстро увеличивался в размерах без других объективных причин для его увеличения. Наиболее атипичный выглядящий лимфатический узел. Что это значит? В некоторых клинических ситуациях, например, при локализации конгломерата лимфатических узлов в грудной полости, в грудной полости еще присутствуют увеличенные отдельные внутригрудные лимфатические узлы. В данном случае интероперационно лучше выполнить инцизию конгломерата лимфатических узлов, нежели экстезионную биопсию увеличенного лимфатического узла, поскольку высок риск того, что увеличение этих лимфатических узлов носит реактивный или воспалительный, а не опухолевый характер. При поверхностной распространенной лимфоаденопатии, когда у нас есть выбор, из каких поверхностных лимфатических узлов выбирать, лучше руководствоваться данным принципом, приведенным на слайде, поскольку от надключичного пахового лимфатического узла увеличивается вероятность и частота встречаемости реактивных изменений при гистологическом исследовании. Как уже было сказано, пахово-лимфатические узлы не рекомендуются для биопсии ввиду того, что имеют частую неспецифическую воспалительную реактивную гистологическую картину. Более того, считается, что у всех лиц, которые живут половой жизнью, пахово-лимфатические узлы реактивно увеличены. И также при биопсии пахово-лимфатических узлов ввиду анатомических особенностей после выполнения данной диагностической процедуры высок риск их инфицирования. При отсутствии лимфоаденопатии периферической, когда увеличены лимфатические узлы глубоких тканей, возможно применение интервенционных технологий. Это биопсия лимфатических узлов с ультразвуковой или компьютерно-томографической навигацией, а также биопсия соответствующих экстранодальных очагов. Когда лимфатические узлы локализованы в полостях тела и недоступны даже интервенционной биопсии, выполняется оперативное вмешательство с целью диагностики. Это видеоассистированная торакоскопия или торакотомия, лапароскопия или лапаротомия. При наличии первичного поражения головного мозга, первичной лимфомой центральной нервной системы, с целью верификации диагноза выполняется стереотоксическая биопсия очагов в головном мозге. Для получения адекватного материала для гистологического и других анализов важно правильно выбрать метод биопсии. Какие методы биопсии в целом бывают? Это пункционная биопсия, ее варианты толстоигольная, тонкоигольная, отпечаток с патологического образования или соскоп. Инцизионная биопсия, то есть удаление части лимфоузла или части конгломерата лимфатического узла. И эксцизионная биопсия, удаление целого лимфоузла с капсулой. Следует сказать, что инцизионная биопсия по инвазивности и технической сложности практически сопоставима с эксцизионной биопсией. Но она применяется в таких ситуациях, когда выполнение эксцизионной биопсии представляется технически сложным. Например, когда в конгломерат лимфатических узлов вовлечены крупные сосуды или жизненно важные органы. В биопсии при лимфомах важно применение следующих методов. Это пункционная биопсия, именно ее один вид, и это толстоигольная биопсия. Или трепанная биопсия, или по-другому кор биопсия. Также применяется, как уже было сказано, инцизионная и эксцизионная биопсия лимфоузлов. В клинической практике нашли применение два основных метода. Это эксцизионная биопсия лимфоузла и трепанная биопсия. Поговорим отдельно о эксцизионной биопсии. Этот метод является золотым стандартом диагностики лимфом. Он обеспечивает окончательный диагноз практически в 100% случаев. Он позволяет хорошо оценить гистоархитектонику лимфатического узла. Это очень полезно при таких лимфомах, богатых микроокружением. Например, лимфома Ходжкина, периферическая Т-клеточная лимфома, когда может быть мало опухолевых диагностических клеток. И также при дифференциальной диагностике лимфом и реактивных состояний лимфатических узлов. Трепанная биопсия, в свою очередь, тоже имеет ряд плюсов. Она проста в выполнении, минимально инвазивна. Это возможно на амбулаторном этапе выполнить. Она также обеспечивает окончательный диагноз в достаточно высоком проценте случаев. Это приблизительно 92% случаев. Может быть использоваться в диагностике агрессивных неходжкинских лимфом, когда нам необходима быстрая постановка диагноза и начало противоопухолевой терапии в кратчайшие сроки. Но ее минусы заключаются в том, что это, как мы видим на картинке, малый объем диагностического материала. Мы не можем оценить полноценную гистархитектонику лимфоузла, в соответствии с чем мы можем не получить опухолевые клетки в материале. И это требует пересмотра или повторной биопсии, в том числе эксцезионной, что отнимает у пациента драгоценное время. Одним из крупнейших исследований, сравнивающих эти два метода, эксцезионную биопсию и трепанную биопсию, является исследование французской группы ученых по изучению лимфом, которая включала в себя 32 тысячи пациентов. И из таблицы видно, что по диагностике, по установке окончательного диагноза эти методы сопоставимы. Но все же процент обнаружения неуточненных диагнозов или реактивных изменений лимфатического узла или же процент неадекватного материала при заборе, при биопсии, был выше при трепанной биопсии. Хотелось бы поговорить о роли тонкоигольной аспирационной биопсии. Ее в одиночестве нельзя использовать для постановки диагноза лимфом, потому что это слишком малый объем диагностических клеток. Мы также не можем оценить, соответственно, гистоархитектонику лимфоузла, и это требует повторной инвазивной процедуры для пациента. Также были исследования, которые доказывают, что при использовании тонкоигольной аспирационной биопсии не только высок неуточненных диагнозов, но также есть высок процент, но также есть определенный процент неправильно установленных диагнозов. Все это подтверждается и в рекомендациях НССН, где для диагностики различных лимфом, лимфомы Ходжкина, неходжкинских, П-клеточных, Т-клеточных лимфом также рекомендуется использовать экстезионную или трепанную биопсию. После получения гистологического материала происходит анализ этого материала, который включает в себя комплексную оценку всех максимально возможных характеристик опухоли. В частности, морфологические свойства опухоли исследуются при помощи гистологического анализа, иммунофенотип описывается иммуногистохимическим исследованием и проточной цитометрией. Цитогенетические и молекулярно-генетические свойства опухоли описываются кариотипированием, флуоресцентной гибридизацией инсиду и полимеральной цепной реакцией. Перед тем, как выполнять гистологическое исследование и последующее иммуногистохимическое исследование, препарат после взятия биопсии должен быть правильно подготовлен. В частности, должна быть произведена фиксация непосредственно после взятия биопсийного материала в кратчайшие сроки в 10% нейтральном забуференном растворе формалина. При этом объем фиксирующей жидкости должен заставлять 1 к 20% объемы биопсийного материала. Почему это важно? Если данные необходимые условия не будут соблюдены, высок риск того, что морфологические свойства и антигенный портрет опухоли исказится, что потенциально может повлиять на правильность постановки диагноза. Что включает в себя гистологический анализ? В частности, поговорим про гистологический анализ лимфатического узла. Во-первых, это оценка гистоархитектоники самого лимфоузла, это оценка опухолевых клеток или опухолевые паренхемы лимфатического узла, оценка стромы и микроокружения. Также необходимо оценить зоны, которые инфильтрированы опухолевыми клетками. Это фолликулярная, перифолликулярная и интерфолликулярная области. При поражении лимфатических узлов опухолевые клетки формируют паттерны поражения, которые делятся на узловой или фолликулярный, диффузный типы и может происходить трансформация от одного типа в другой в пределах различных лимфатических узлов, а также трансформация из более низкой в более высокую степень злокачественности в пределах одного лимфоузла. Также на большом увеличении оценивается цитоархитектоника ткани, оценивается ядро и цитоплазма клеток. Рассмотрим более подробно, более наглядно паттерны поражения лимфатических узлов. На левой картинке представлен реактивный лимфатический узел. Здесь лимфоидные фолликулы немного увеличены и располагаются преимущественно в корковом веществе лимфатического узла. Справа фолликулы многочисленны и располагаются во всей структуре лимфатического узла, в частности и в мозговом веществе. Здесь присутствует так называемый паттерн back-to-back или спина к спине у фолликулов, что характерно для фолликулярной лимфомы. Что касается диффузного паттерна, слева также продемонстрировано реактивный лимфатический узел, справа мономорфная инфильтрация малыми лимфоцитами, которая характерна для лимфомы из малых лимфоцитов или поражения лимфатических узлов при хроническом лимфоликозе. В некоторых случаях в пределах одного опухолевого конгломерата в разных лимфатических узлах может происходить трансформация из одной лимфомы в другую. Классическим примером является трансформация фолликулярной лимфомы в верхнем лимфатическом узле с характерной гистологической картины в диффузную B-крупноклеточную лимфому в нижнем лимфатическом узле, где весь лимфатический узел тотально инфильтрирован крупными атипичными B-клетками. Трансформация также может происходить в пределах одного лимфатического узла. В левой нижней части картинки представлена мономорфная инфильтрация малыми лимфоцитами, характерная для поражения лимфоузлов при хроническом лимфоликозе. В правой верхней части картинки представлен инфильтрат из крупных B-лимфоцитов. Это так называемая рихтеровская трансформация хронического лимфоликоза в диффузную B-крупноклеточную лимфому. Наиболее важным методом оценки иммунофенотипа опухолевой ткани является иммуногистохимический метод исследования, который основан на использовании антител, мягченных флюорохромов к соответствующим антигенам на поверхности опухолевых клеток. И в зависимости от того, какой набор кластеров дифференцировки и других соответствующих антигенов располагается на поверхности клеток, которые мы можем детектировать посредством иммуногистохимии, у нас может сформироваться окончательный полный иммунофенотипический портрет опухоли. Для примера рассмотрим иммуногистохимическое исследование при лимфоме Ходжкина. На левой части слайда представлено морфологическое исследование и иммуногистохимия классической лимфомы Ходжкина. В верхней части представлена классическая диагностическая клетка классической лимфомы Ходжкина. Это клетка Ритт-Березовского-Штернберга, которая является CD30-позитивной и CD15-позитивной, однако является CD45-негативной. CD45 в данном случае экспрессируется на малых лимфоцитах и клетках микроокружения. Сама клетка Ритт-Березовского-Штернберга CD45-негативна и CD20-негативна. Что касается неклассической лимфомы Ходжкина, здесь характерными диагностическими клетками являются так называемые ЛП-клетки, которые по иммуногистохимическим свойствам CD20-позитивны, ЕМА-позитивны и CD45-позитивны. Также характерной гистологической картиной является окружение данных диагностических клеток CD3-позитивными лимфоцитами микроокружения. Для примера, как используется иммуногистохимический метод в дифференциальной диагностике, следует рассмотреть сравнительную характеристику экспрессии иммуногистохимических маркеров при поражении Б-клеточными лимфомами лимфоузлов средостения. Чаще всего средостения поражаются классической лимфомой Ходжкина, первичной медицинальной Б-крупноклеточной лимфомой, диффузной крупноклеточной лимфомой и медицинальной лимфомой серой зоны. В нашем центре заведующей отделением патоморфологии Артемьева Иоанна Сергеевна был предложен дифференциально-диагностический алгоритм данных типов лимфомы с применением фиксированных панелей для иммуногистохимии, которые используются в зависимости от того, какая морфологическая картина первично присутствует у опухоли и какой результат применения предыдущей панели мы получили. Это используется с целью оптимальной, наиболее быстрой и правильной постановки таких сложных диагнозов. Дополнительным методом оценки иммунофенотипа опухолевых клеток является проточная цитометрия или проточное иммунофенотипирование, которое позволяет оценить каждую отдельную опухолевую клетку благодаря тому, как устроен проточный цитометр. У этого метода есть такие преимущества, как получение результата в течение короткого времени этой часы. Мы получаем его чаще в этот день или на следующий день отправки материала. Оно обеспечивает воспроизводимое количественное определение экспрессии антигенов, позволяет одновременно обнаруживать несколько антигенов. Надежно обнаруживает такие маркеры, как поверхностные легкие цепи иммуноглобулинов и полезно как раз-таки для диагностики образцов тонкоигольной аспирационной биопсии, когда она была выполнена. На данном слайде представлен вариант проточного иммунофенотипирования суспензии клеток лимфатического узла, пораженного, как мы видим на гистологическом срезе, реактивными изменениями и пораженного фолликулярной лимфомой. Здесь представлена цитограмма клеток с реактивным изменением в квадратике B, где звездочками отмечена вариабельная экспрессия CD20, а в квадратике C отмечены высокие уровни экспрессии CD20. Также клетки ярко экспрессирующие CD20 моноклональны по легкой цепи иммуноглобулина лямбда, то есть это соответствует опухолевому поражению фолликулярной лимфомой. А клетки вариабельно экспрессирующие CD20 поликлональны по капо и лямбда цепи. Соответственно, это реактивные изменения фолликулы лимфоузла. Но у этого метода есть недостатки. Это только исследование свежего, жидкого материала и также сложность интерпретации результатов. Следующий важный метод — это цитогенетическое исследование, которое выполняется стандартным кариотипированием. Стандартное кариотипирование — это определение числа и анализ структуры метафазных хромосом с использованием дифференциальных методов окрашивания. Один из вариантов окрашивания — так называемый G-бендинг, в котором используется краситель ГИМЗа. На слайде представлена кариограмма нормального женского кариотипа. Мы видим хромосомы с G-положительными и G-отрицательными бендами вдоль плеч хромосом. Когда это может использоваться? Здесь представлено цитогенетическое исследование пациентки с лимфомой из клеток зоны мантии. Бластный вариант. На цитогенетическое исследование была направлена кровь пациентки, в которой были выявлены характерные для лимфомы из клеток зоны мантии изменения. Это роберционовская транслокация Т11-14, дилеция длинного плеча 9-й хромосомы и трисомия по 3-й хромосоме. Так, покажу. Трисомия по 3-й хромосоме и роберционовская транслокация 11-14. Следующим методом цитогенетического исследования, который нашел применение в клинической практике, является фиш-исследование или флюоресцентная гибридизация ин-ситу. Суть этого метода сводится к гибридизации ДНК зондов, меченых флюорохромом к соответствующим локусам на поверхности определенных хромосом. При применении фиш-исследования принципиально существуют две разных стратегии. Это стратегия двойного слияния и стратегия разделения. Стратегия двойного слияния основана на том, что пары ДНК зондов специфичны для локусов на разных хромосомах. При этом они перекрывают ту зону, в которой мы потенциально хотим найти транслокацию. Поэтому в нормальных клетках присутствует только разделенный сигнал или отдельно зеленый, отдельно красный сигнал. При наличии транслокации между этими меченными участками происходит перекрывание сигнала и образуются так называемые сигналы слияния. Это красно-зеленые сигналы или чаще желтые сигналы. Стратегия разделения прямо противоположна. Мы используем два ДНК зонда, каждый из которых специфичен к тому фрагменту хромосомы, на границе которого должно произойти разделение с последующей транслокацией. Поэтому в нормальных клетках, где транслокации нет, сигнал сливной. Когда транслокация произошла, этот сигнал разделяется, и мы видим отдельно красный и зеленый сигналы. Когда это полезно? Это полезно только в том случае, когда мы хотим обнаружить конкретную генетическую перестройку, связанную с конкретным типом лимфомы. Поэтому мы заранее до применения этого метода должны подумать, какую транслокацию мы хотим найти в зависимости от того, какую гистологию мы подозреваем. Это, конечно, удел патоморфологов. Для чего применяется сейчас данный метод? В основном он применяется для дифференциальной диагностики агрессивных Б-клеточных неходшкинских лимфом, у которых имеется морфология диффузной Б-крупноклеточной лимфомы. В частности, это дифференциальная диагностика ДБКЛ с high-grade лимфомами double и triple hit, с бластоидными плеамортными вариантами лимфомы из клеток зоны мантии и лимфомой беркета. А также, когда мы хотим поставить такие сложные новые нозологические единицы, как high-grade Б-клеточная лимфома собираться 11Q и с перестройкой гена RF4, выполнение фиш-исследования принципиально важно. На данном слайде продемонстрирована дифференциальная диагностика посредством флуоресцентной гибертизации между гистологически и иммуногистохимически сходными опухолями. Это диффузная Б-крупноклеточная лимфома с частичной экспрессией циклина D1 и мантийно-клеточная лимфома, ее плеамортный вариант, с выраженной по классике экспрессией циклина D1. При этом, как уже отмечено было, гистологическая картина у них сходная. Немного сильнее циклина D1 экспрессируется в лимфоме из клеток зоны мантии. Принципиальным здесь является выполнение фиш-исследования методом разделения, потому что в диффузной Б-крупноклеточной лимфоме сигнал сливной, поэтому клетки являются цитогенетически нормальными. В клетках лимфомы зоны мантии сигнал разделяется, что свидетельствует о наличии транслокации в гене циклина D1, что подтверждает диагноз мантийно-клеточной лимфомы. Как уже было сказано, принципиальным флуоресцентной гипертизацией является в дифференциальной диагностике B-клеточных лимфом в высокой степени злокачественности, диффузной B-крупноклеточной лимфомы и лимфомы Беркета. В зависимости от морфологии и экспрессии циклина, экспрессии молекул CMYK, BCL2 и BCL6, выполняется фиш-исследование и устанавливается окончательный диагноз. Это важно, потому что потенциально меняет тактику лечения. Из молекулярно-генетических методов наибольшее применение в клинической практике нашла полимеразная цепная реакция. Она используется для определения клональности T и B лимфоцитов посредством оценки реарренжировки генов иммуноглобулинов и перестройки генов Т-клеточных рецепторов. Когда нам важна оценка клональности? Когда мы сомневаемся в результате или генетологический результат не дал никакого диагноза из-за неудовлетворительной обработки биопсийного материала или нарушения техники иммуногистохимического исследования, когда повторить биопсию невозможно по тем или иным причинам. А также для дифференциальной диагностики лимфопролиферативных заболеваний и лимфом кожи, таких как грибовидный микоз, синдром сезории и первично-кожно-анопластическая крупноклеточная лимфома по причине того, что в некоторых случаях данные клинические единицы имеют высокую степень сходства с воспалительными, реактивными, неспецифическими изменениями. Также полимеразная цепная реакция имеет принципиальное значение для установки некоторых нозологических форм. В частности, она используется для дифференциальной диагностики лимфоплазмоцитарной лимфомы или макроглобулинами Вальденстрема с Б-клеточной лимфомой с секрецией М-парапротеина. В частности, обнаружение мутации МИД-88 свидетельствует о диагнозе макроглобулинами Вальденстрема. Другие методы молекулярно-генетического исследования, такие как полногеномное, полноэкзомное и полнотранскриптомное секвенирование, а также профилирование экспрессии генов и новые направления, как анализ циркулирующего опухолевого ДНК и микровизикул, пока что не нашли своего применения в клинической практике. Они используются пока что в рамках клинических исследований с целью полной оценки и изучения биологии опухоли, а также поиска новых потенциальных прогностических и предиктивных маркеров. На данном слайде представлена возможная схема постановки диагноза не только онкогематологического, но и включающего дифференциальные диагнозы с применением всех вышеописанных нами методов. Это лишь один из вариантов применения всех этих методов. И после того, как мы провели комплексную оценку биопсийного материала посредством всех этих методов, которые у нас имелись в арсенале, мы, согласно обновленной классификации лимфоидных новообразований 5-го пересмотра 2022 года, выставляем окончательный нозологический диагноз. И в завершении первой части мы переходим к описанию клинических случаев. Первый клинический случай — это пациентка 34 лет. Из анамнезы известно, что с декабря 2022 года у пациентки появились такие жалобы, как кашель, отек лица, глаз, шеи. Пациентка с подобными жалобами несколько раз была госпитализирована скорой медицинской помощью в медицинские учреждения, где у пациентки устанавливалась аллергическая реакция, проводилось лечение диуретиками, и пациентка выписывалась. Но жалобы вновь возникали. В феврале 2023 года резкое ухудшение самочувствия в виде ощущения нехватки воздуха, заметно нарос отек лица, шеи, появилась боль и отек плеч, появился отек молочных желез. И пациентка вновь госпитализирована в больнице скорой помощи, где была выполнена компьютерная томография трех зон. Это грудь, живот, таз с внутривенным контрастированием. И пациентке было обнаружено огромное медиастинальное новообразование с распространением на перекарты, легкие, и были увеличены отдельные лимфатические узлы различных групп. Пациентка обратилась на прием в наш центр с таким видом. Ее беспокоили жалобы на дышку при минимальной нагрузке, кашель, выраженный отек верхней половины туловища, как мы видим, и был усилен сосудистый рисунок на передней грудной стенке. Клинически это все соответствовало синдрому задавления верхней полой вены. Далее пациентке была выполнена компьютерная томография всего тела. Также остановлюсь на лабораторных исследованиях. Здесь не было каких-то значимых отклонений от нормальных значений, лишь увеличенная соя, незначительная гипоальбуминомия и небольшой лейкоцитоз. Также было 29% эзенофилов в периферической крови, что может встречаться при данном диагнозе. Об этом подробнее попозже. Пациентке была выполнена компьютерная томография всего тела. И снимки, представленные на экране, мы видим выраженный отек мягких тканей верхней половины туловища, увеличенные шейные лимфатические узлы с обеих сторон, огромное новообразование, конгломерат лимфатических узлов средостений, также были отдельные увеличенные лимфатические узлы, определенное количество жидкости в плевральных полостях и в полости перикарда. Также не представлены снимки брюшной полости, там тоже были изменения в виде гепатоспленной мегалии и увеличенных черевных изобрюшенных лимфатических узлов. Далее выполнена трепанобиопсия новообразования конгломерата переднего средостения с узинавигацией и гистологически установлен диагноз классической лимфомы Ходжкина. Их хотела остановиться, но анализе нафилии при лимфоме Ходжкина. Это может быть неспецифическое увеличение количества любых клеток лимфоидного ряда при данном диагнозе. Следующий пациент 35 лет обратился к нам в феврале этого года с жалобами на сухость во рту и ощущение инородного тела в глотке слева, которая также определялась в виде заметно увеличенной левой небной миндалины при осмотре. Изанамнезо известно, что с сентября 2022 года, после того, как он переболел острой респираторной вирусной инфекцией, сохранялись жалобы с последующим увеличением левой небной миндалины. При госпитализации была выполнена компьютерная томография с целью первичной оценки распространенности процесса. И кроме представительства лимфомы в левой небной миндалине, никаких других поражений лимфомой обнаружено не было. Миндалина заметно увеличена до 33 на 24 мм, которая деформирует и сужает просвет гортоноглотки. Выполнены все лабораторные исследования, при этом все показатели были в пределах референсных значений. С целью верификации диагноза выполнена биопсия левой небной миндалины. При гистологическом исследовании была характерна иммуногистохимическая и морфологическая картина лимфомы высокой степени злокачественности. И здесь с целью того, чтобы установить, какая конкретно это хайгрейд баклеточная лимфома, было выполнено исследование флоресцентной гибридизации инситу биоптатов миндалины, в которой были обнаружены перестройки генов CMYKBCL2 без перестройки гена BCL6, что соответствует диагнозу баклеточная лимфома хайгрейд с перестройкой генов CMYKBCL2 или дабл-хит лимфомы. Следующий клинический случай – это пациентка 58 лет. Изнанно известно, что с лета 2021 года у пациентки появились жалобы на единичные коричневатые пятнышки на руках и ногах, общую слабость. Пациентка стала сильно потеть в области груди и шеи, похудела на 10 кг в течение трех месяцев, и появилось уплотнение в животе слева. В декабре 2021 года пациентке была выполнена тонкоигольная аспирационная биопсия лимфоузла шеи. В результате диагноз не был установлен по причине, скорее всего, малого диагностического материала. В общем анализе крови тем временем была анемия, тромбоцитопения, анемия, лейкоцитоз с лимфоцитозом и бластами в периферической крови, 2% бластов. В январе 2022 года в общем анализе крови нарастала анемия, лейкоцитоз, количество бластов уже составляло 24%. Пациентка обратилась в январе 2023 года в наш центр и была госпитализирована с жалобами на умеренную общую слабость, утомляемость, одышку при быстрой ходьбе, сильную потливость ночную, огромное плотное образование, занимающее левую половину живота. В пациентке была выполнена компьютерная томография, на которой заметно в первом делом бросаются у глаза размеры селезенки. Также были увеличены отдельные лимфатические узлы различных групп. И в лабораторных исследованиях, клиническом анализе крови выявлено также анемия, тромбоцитопени, лейкоцитоз и количество бластов 27%. В биохимическом анализе крови незначительное увеличение уровня циреактивного белка и в это 2 микроглобулина. Кровь пациентки была направлена на проточное иммунофенотипирование в связи с наличием лейкемизации, увеличенным количеством бластов в периферической крови. И 81% клеток был с аберрантным иммунофенотипом, соответствующим лимфомией из клеток зоны мантии. Также это цитогенетическое исследование уже описывалось ранее. Это было исследование этой пациентки. У нее методом ФИШ была выявлена транслокация Т11-14, как и в цитогенетическом исследовании. И обнаружена перестройка локусогена BCL-2. Ой, не обнаружено. И эта пациентка имеет диагноз лимфомы из клеток зоны мантии, бластный вариант данной лимфомы. И последний, четвертый пациент, о котором мы бы хотели рассказать. Пациент 32-х лет. Из анамнеза известно, что пациент длительно болеет диффузным узловым зобом с 2008 года. Ему многократно выполнялась тонкоигольно-аспирационная биопсия. По результатам цитологической картины всегда ставился один и тот же диагноз. Это фолликулярный опухоль щитовидной железы ПТСД-4. С января он замечал этого года увеличение размеров щитовидной железы. А также у него появилась одышка при физической нагрузке и нарастал дискомфорт в шее. Щитовидная железа увеличилась до таких размеров, что мешало нормально глотать, проглатывать твердую пищу. Пациент стал сильно потеть по ночам. 16 марта он выполнил ультразвуковое исследование щитовидной железы, в котором помимо узлов и по результатам подтвержденной фолликулярной опухоли щитовидной железы, опять же, ничего не обнаружили. По компьютерной томографии заметили только увеличенную в размерах щитовидную железу. Была выполнена 16 марта гемитериодектомия. Справа и по гистологическому анализу в локальной лаборатории поставлен диагноз первичной множественной опухоли щитовидной железы. Это диффузная B-крупноклеточная лимфома на основании морфологии и соответствующего иммунофенотипа. И популярная микрокарцинома в одном биоптате. Пациент к нам был экспитализирован в начале апреля с жалобами на нарастающий в динамике дискомфорт в шее с нарушением проглатывания твердой пищи, осиплость голоса, сохраняющаяся после гемитериодектомии и сильную потливость по ночам. Пациенту была выполнена компьютерная томография. В ложе щитовидной железы обнаруживается образование. Больше слева, так как ему была выполнена правосторонняя гемитериодектомия размером 72 на 67 мм, которая компримирует сосуды шеи и тесно прилежит к гортане, оттесняет трахею и неотделима от пищевода. Также у пациента были увеличены небные миндалины, наддиафрагмальные лимфатические узлы и имелось несколько мягкотканных образований, в частности это в области забирательной мышцы и уровня среднего отрезка пятого ребра с распространением на плевру. И в желудке визуализировалась язва глубиной до полутора сантиметров. Гистологический материал, который пациент привез с собой после гемитериодектомии, был сдан на пересмотр в нашу лабораторию. При этом диагноз был принципиально другим. Был выставлен диагноз лимфомы Беркета. На основании того, что опухоль была CD20-цемик-позитивной, CD3-бесель-2 негативной, при этом КИС-67 составлял 100%. И также подтвердилась популярная микрокарцинома щитовидной железы. Во второй части нашего вебинара мы подробно остановимся на таких методах, уточняющих диагностики лимфом. Это позитронно-эмиссионная компьютерная томография, компьютерная томография просто, эндоскопические методы исследования. Подробно остановимся на диагностике поражения центральной нервной системы, системы дополнительных методах диагностики, стадирования пациентов с лимфомами и прогностических индексах. И также закончим данную часть описанием клинических случаев. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография всего тела с фтор-дезоксиглюкозой является золотым стандартом стадирования лимфом с 2013 года. Данный метод помогает нам в первичном стадировании лимфом, в повторном стадировании лимфом, в ре-стадировании, и также в оценке эффекта терапии. В некоторых случаях он может быть полезен в диагностике поражения костного мозга лимфомой. Чувствительность и специфичность метода близится к 100%. Также ПЭТ-КТ с фтор-дезоксиглюкозой полезен в диагностике вовлечения селезенки и печени в опухолевый процесс, где мы можем увидеть высокую метаболическую активность как диффузное накопление, так и очаговое накопление радиофармпрепарата. Но разные типы лимфом отличаются своей чувствительностью к методу ПЭТ-КТ с фтор-дезоксиглюкозой. Существует так называемый термин ФДГ-овидность. Некоторые лимфомы являются ФДГ-овидными, а некоторые лимфомы обладают низкой ФДГ-овидностью. И зависит это, как правило, от агрессивности, от скорости пролиферации клеток лимфомы. Соответственно, высокоагрессивные лимфомы чаще всего ФДГ-овидные, а индолентные лимфомы чаще всего обладают низкой ФДГ-овидностью, что также нужно учитывать при стадировании пациента с лимфомой. На данном слайде представлена таблица конкретных гистологических вариантов в зависимости от их ФДГ-овидности. Знаковым исследованием в стадировании лимфомы Ходжкина является исследование РАДЛ, одной из целей у которого было первичное стадирование лимфом. До данного исследования стандартом стадирования лимфомы Ходжкина являлась клиническая оценка, компьютерная томография с внутривенным контракстированием и биопсия костного мозга. В данном исследовании пациенты были разделены на две группы. Одной из групп проводилось стандартное стадирование, а второй группе ПЭТ-КТ. И стадии диагнозов совпадали в 80% случаях. Однако ПЭТ-КТ также увеличивала стадию в 14% случаев, преимущественно за счет обнаружения вовлеченности костного мозга и также легких. Но и понижала стадию в 6% случаев. То есть ПЭТ-КТ влияло на изменение стадии по результатам данного исследования. Хотелось бы подробнее остановиться на методе ПЭТ-КТ в диагностике поражения костного мозга при разных лимфомах. На данном слайде представлен анализ нескольких исследований немецкой группы по изучению лимфомы Ходжкина. Они оценивали чувствительность и специфичность метода ПЭТ-КТ в диагностике поражения костного мозга лимфомой Ходжкина. Так вот, чувствительность данного метода составляла 95%, специфичность 86%, а отрицательная прогнистическая ценность практически 100%. И что важно, ПЭТ-КТ специфична для выявления именно очагового поражения костного мозга, когда в трепанобиоптат не попал именно тот участок, пораженный лимфомой. Аналогично подобное исследование проводилось также для других типов лимфом, в том числе для диффузной Б крупноклеточной лимфомы, где чувствительность и специфичность метода ПЭТ-КТ также была достаточно высокой. И для фолликулярной лимфомы здесь стоит остановиться, так как в данном исследовании результаты не совсем однозначны и комбинация ПЭТ-КТ и биопсии костного мозга предпочтительнее для выявления поражения костного мозга фолликулярной лимфомой. Но что важно, в данном исследовании было показано, что поражение костного мозга по результатам ПЭТ-КТ четко коррелировало с выживаемостью пациентов, что говорит о том, что это были пациенты действительно, скорее всего, с четвертой стадией и вовлечением костного мозга. Как анализируется позитронно-эмиссионная компьютерная томография? То есть в 2009 году была предложена стандартизованная визуальная пятибалльная шкала, получившая название «Давильскор». Здесь баллы присваиваются ткани в зависимости от накопления радиофармпрепаратов, в данном случае именно в тордезокси глюкозы, по сравнению с физиологическим накоплением данного препарата в средостении и в печени. И в соответствии с этим ткани присваиваются баллы от 1 до 5. Важно отметить, что 1,3 балла по ПЭТ – это ПЭТ-негативность, то есть это физиологическое накопление в тордезокси глюкоза. А 4,5 балла по ПЭТ – это, скорее всего, высокая метаболическая активность в данном участке организма. Что касается метода компьютерной томографии всего тела с внутривенным контрастированием уже после установки диагноза, то он также сохраняет свою значимость для стадирования в некоторых случаях. Во-первых, это важно для лимфом с низкой ФДГ-овидностью, как уже говорилось ранее. А также данный тип стадирования является единственным методом стадирования в особых случаях, когда необходимо незамедлительно начать противоопухолевую терапию при жизнеугрыжающих состояниях, когда нам невозможно воспользоваться золотым стандартом ПЭТ-КТ по причине тяжелого состояния пациента при наличии верифицированного диагноза. Также компьютерная томография позволяет наиболее достоверно определить размер пораженных зон, степень вовлеченности близлежащих структур, таких как полые органы и сосуды, а также оценить степень инвазии при наличии поражения полых органов и определить точные размеры поражения. Все снимки, в том числе и компьютерную томографию, лечащий врач должен просматривать самостоятельно. Это наиболее важно у пациентов с лимфомами. Для данных пациентов описание компьютерной томографии имеет несколько особенностей. Лимфатические узлы и экстранодальные очаги измеряются по двум диаметрам, наибольшему и наименьшему. Описываются из разных областей тела, включая средостение и забрюшинное пространство. Наибольший диаметр измеряемого лимфоузла должен быть более полутора сантиметров, а наибольший диаметр измеряемого экстранодального очага должен быть более одного сантиметра. При этом стоит отметить, что кожа, поражение желудочно-кишечного тракта, костей, селезенки, печени и почек, а также эфузия в плевральную полость, перикарт и брюшную полость являются неизмеряемыми очагами поражения. Следующим методом обязательной диагностики при лимфомах является биопсия костного мозга. Мы уже рассмотрели несколько исследований. В некоторых исследованиях довольно категорично говорится о том, что PET-КТ является близким к 100% и специфичным и чувствительным методом для диагностики поражения костного мозга. Однако при некоторых типах лимфом, в частности, это Т-клеточная лимфома и фолликулярная лимфома, преимущественно используется комплексный подход к оценке поражения костного мозга. Это и выполнение позитронной эмиссионной компьютерной томографии, и выполнение биопсии костного мозга. Каким образом она выполняется? Выполняется трепанобиопсия костного мозга билатерально задних верхних гребней поздорожных костей с целью гистологического анализа, а также осуществляется забор жидкой части костного мозга, производится аспирация для мелограммы, и жидкая часть костного мозга отправляется на проточное иммунофенотипирование и цитогенетическое исследование с флуоресцентной гибридизацией. Два последних метода полезны нам в том случае, когда мы говорим о поражении высокоагрессивной лимфомы или лимфомы, которая склонна к поражению костного мозга. Это лимфомы Беркетта, хайгрейд баклеточной лимфомы и фолликулярная лимфома. Либо мы отправляем на иммунофенотипирование и цитогенетическое исследование костный мозг пациента, у которого по данным мелограммы присутствует поражение или подозрение на поражение костного мозга лимфомой. Эндоскопические методы в диагностике лимфом важны при лимфомах, ассоциированных с частым поражением желудочно-кишечного тракта. К таким лимфомам преимущественно относятся лимфомы из клеток зоны мантии, лимфома Беркетта и высокоагрессивные неходжкинские лимфомы, а также мальт-лимфома. А также эндоскопические методы исследования, такие как эзофага, гастродиоденоскопия и колоноскопия, важно применять перед проведением специфической терапии пациенту, так как нам важно знать исходное состояние желудочно-кишечного тракта, а также исключить противопоказания к началу соответствующей терапии. Диагностика поражения центральной нервной системы производится по определенным показаниям, которые включают в себя клинические признаки поражения центральной нервной системы или высокий риск поражения центральной нервной системы. Существует так называемый международный прогностический индекс поражения центральной нервной системы CNS-IPI, в котором учитываются определенные факторы, такие как возраст, уровень лактады гидрогеназы, общий соматический статус пациента, распространенные стадии, вовлечение экстранодальных очагов, наличие экстранодальных очагов, а также поражение почек и надпочечников. Также существуют независимые прогностические факторы, которые характеризуются, говорят нам о высоком риске поражения центральной нервной системы. Это лимфома с вовлечением яичка, это высокоагрессивные B-клеточные лимфомы с транслокацией в гене МИК и BCL-2 или BCL-6, и первичная кожная диффузная B-крупноклеточная лимфома ЛЕК-ТАЙП, это наличие экстранодального поражения молочных желез, и вовлечение почек и надпочечников также являются независимым прогностическим фактором. Какие методы диагностики выполняются для исключения или подтверждения поражения центральной нервной системы? Это магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием или компьютерная томография при ее невозможности. Следует сказать, что поражение центральной нервной системы при лимфомах может быть лептоменингиальным или паренхематозным, поэтому нам важно увидеть как ткань головного мозга, так и оценить состояние оболочек головного мозга. И с этой целью также выполняется люмбальная пункция с оценкой спинномозговой жидкости, которая в обязательном порядке направляется на общий анализ спинномозговой жидкости и на цитологическое исследование. И в определенных случаях, когда сомнительные результаты общего и цитологического анализа были получены, спинномозговая жидкость отправляется на проточное иммунофенотерпирование с целью описания иммунофенотипа клеток. И также при подозрении на какое-либо инфекционное состояние можем отправить эту жидкость на бактериологическое исследование или на анализ на определение вирусов. Также для диагностики первичных лимфом ЦНС используется ПЭТ-КТ, однако радиофарм препарат здесь является метионин, а нефтор без оксиглюкоза. Дополнительно при диагностике пациента с лимфомой важно сказать о том, что при установлении диагноза лимфомы и выполнении компьютерной томографии и выявлении на данных визуализирующих методах исследования различных очагов в различных участках организма желательно проведение биопсии из нескольких очагов, в том числе включая экстранодальные очаги с целью точного стадирования. А также при вовлечении яичек или при подозрении на вовлечение яичек выполняются УЗИ мошонки. Ну и всем пациентам перед началом терапии обязательно исследование комплексной оценки функций сердечной деятельности, определение группы крови резус-фактора и обследование по сопутствующим заболеваниям. Стадирование лимфомы производится по классификации N-Arbor, модифицированной в Лугана. Она учитывает распространенность поражения в зависимости от уровня диафрагмы, выше или ниже уровня диафрагмы, также сторону поражения. И есть определенные дополнительные буквенные обозначения, которые характеризуют наличие или отсутствие B-симптомов, вовлечения экстранодальных очагов, вовлечения селезенки и массивное образование, так называемые балки. Далее хотелось бы остановиться на прогностических индексах, так как несмотря на стадию лимфомы, чаще всего лечение пациентов зависит от его прогноза, от группы риска, к которой пациент относится. Существует несколько различных прогностических индексов для разных типов лимфом. Для лимфомы Ходжкина прогноз определяется в зависимости от стадий. Для первой и второй стадии мы чаще всего используем факторы риска, которые использует немецкая группа по изучению лимфомы Ходжкина. Для распространенных стадий существует IPS, это международная прогностическая шкала, которая включает тоже определенные параметры, такие как низкий уровень альбумина ниже 40 грамм на литр, гемоглобина ниже 105 грамм на литр, мужской пол, возраст старше 45 лет, распространенную стадию ликоцитоз и лимфопению, что может соответствовать его высокой опухолевой нагрузке. Прогностические индексы и группы риска пациентов в зависимости от наличия тех или иных факторов риска строго коррелируют с выживаемостью пациентов, что было доказано в клинических исследованиях. Это пример таблицы из российских клинических рекомендаций, где пациенты с лимфомой Ходжкина разделяются в зависимости от стадии и наличия тех или иных факторов риска, и в соответствии с этой таблицей как раз-таки зачастую выбирается первоначальное лечение пациента с лимфомой Ходжкина. Для диффузной Б-крупноклеточной лимфомы также существует свой прогностический индекс, который включает подобные факторы риска. Есть его модификации различные в зависимости от возраста пациентов, от стадии пациентов. И пациенты в группах риска также имеют разную общую и беспрогрессивную выживаемость. Также есть прогностический индекс для фолликулярной лимфомы ФЛИПИ и прогностический индекс для лимфомы из клеток зоны МАНТИ МАЙПИАЙ. Продолжим описание клинических случаев, описанных выше. Что касается пациентки под номером 1, у которой был установлен диагноз классическая лимфома Ходжкина, ей позитронная эмиссионная компьютерная томография до начала лечения не выполнялась, по причине того, что это достаточно долгий процесс записаться на ПЭТ-КТ, найти место, где выполняют ПЭТ-КТ. Поэтому для стадирования была использована компьютерная томография. Выполнена биопсия костного мозга, по результатам которой поражение костного мозга лимфомой не было обнаружено. И окончательный диагноз пациентки с данной лимфомой звучал следующим образом, по результатам уже дополнительных уточняющих методов исследования. Для лимфома Ходжкина классическая, третья АХ стадия. Вовлечены были лимфоузлы шеи с обеих сторон. Огромное новообразование средостения с распространением в перекарт легкие прилежащие сосуды, отдельные внутригрудные абдоминальные лимфатические узлы. Эффузия в плевральной полости и перекарт. И как осложнение заболевания, это синдром с давлением верхней полой вены. Второму пациенту, у которого было посредством флуоресцентной гипертизации инсит, установлен диагноз high-grade double-hit лимфома, с целью стадирования была выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография, на которой обнаружена увеличенная левая небная миндалина с метаболической активностью 5 баллов подавили. Других представительств лимфомы по ПЭТ-КТ обнаружено не было. Была выполнена также биопсия костного мозга. По результатам как аспирационной биопсии, так и трепанной биопсии не было признаков поражения костного мозга лимфомой. И ввиду того, что high-grade B-клеточная лимфома double-hit является независимым фактором риска неблагоприятного прогноза поражения центральной нервной системы, пациенту была выполнена диагностическая лимфальная пункция. При этом в цитологическом анализе опухолевые клетки обнаружены не были. И имеются нормальные показатели общего анализа спинно-мозговой жидкости. Окончательный диагноз пациента звучит как неходшкинская лимфома B-клеточная high-grade с перестройками генов CMYKBCL2 или double-hit лимфома 1-й А-стадии с поражением левой небной миндалины. Следующие пациентки с лимфомой из зоны клеток мантии для первичного стадирования была выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография, при которой также была выявлена высокая метаболическая активность многочисленных групп лимфатических узлов, увеличение селезенки с диффузным накоплением радиофарм препарата и умеренно повышенная активность костного мозга диффузно. При выполнении биопсии костного мозга были получены следующие результаты. В миелограмме был высокий процент бластов, лимфоцитоз и лимфоидная инфильтрация костного мозга с угнетением ростков кроветворения. При трепанобиопсии и гистологическом анализе препаратов были выявлены диффузные инфильтраты из лимфоидных клеток, занимающих до 90% ядра, содержащих клеток костного мозга. И, соответственно, у данной пациентки было выявлено поражение костного мозга и неходжкинской лимфомой. Также аспират костного мозга был отправлен на проточное иммунофенотипирование, которое подтвердило диагноз, и иммунофенотип опухолевых клеток соответствовал клеткам лимфомы из зоны мантии. Так как лимфома из зоны мантии часто поражает желудочно-кишечный тракт, здесь обязательно было выполнение эндоскопических методов исследования желудочно-кишечного тракта. При визуальном осмотре специалистами не было признаков поражения лимфомой, однако при гистологическом анализе биоптатов желудка и кишки, как тонкой, так и толстой, это была слепая биопсия из различных участков, все-таки была выявлена лимфома. И в люмбальной пункции, соответственно, у пациентки опухолевые клетки не были обнаружены, также проточное иммунофенотипирование не обнаружило опухолевые клетки спинномозговой жидкости, а МРТ головного мозга не показало нам поражения головного мозга. И окончательный диагноз пациентки звучал как неходшкинская лимфома, лимфома из клеток зоны мантии, 47XX с тресомией по третьей хромосомой, транслокацией 11-14, и дилецией длинного плеча девятой хромосомы, четвертая B стадия, лимфоузлы шеи, подмышек, средостения, живота, забрюшины и паха, селезенка, кровь, костный мозг, и индекс, прогностический индекс, высокий риск, высокая группа риска по прогностическому индексу для лимфомы из клеток мантии, и высокая группа риска поражения ЦНС. И также B-симптомы описываются в диагнозе. И последний пациент, у которого было установлено первичное множественное злокачественное образование, нас интересует лимфома Беркета. С целью стадирования была выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография, на которой обнаружено весьма распространенное поражение лимфомой. Самое большое распространение было в области щитовидной железы, в частности, ее левой доли с распространением на сосуды шеи и верхние средостения, поражение миндалин, клиновидной пазухи, лимфоузлов шеи наддиафрагмального, поражение селезенки, поражение желудочно-кишечного тракта, это высокая метаболическая активность тотально всего желудка практически, и очаговое поражение толстой и тонкой кишки. Также было выявлено поражение мягкотканное в области пятого ребра с распространением на мягкие ткани грудной клетки и, возможно, плевру, и на образование мягких тканей передней брюшной стенки, многочисленные поражения костей. Их характерной особенностью данного пациента являлось поражение яичка, диагностированное по ПЭТ-КТ, это поражение левого яичка, которое не было диагностировано при помощи компьютерной томографии. В связи с тем, что по ПЭТ было выявлено поражение яичка выполнено УЗИ-мошонки, в нижней трети левого яичка определялось образование с ненародной внутренней структурой, которое было не связано с белочной оболочкой размерами 2 на 2 на 2 сантиметра, что наиболее вероятно представляло из себя поражение при лимфоме. Также с целью более подробной оценки инвазии опухолевого образования в области щитовидной железы было выполнено УЗИ-мягких тканей шеи, по данным которого была обнаружена остаточная ткань правой доли со структурными изменениями, а также массивная левая доля характерное поражение щитовидной железы при лимфоме. Пациенту была выполнена биопсия костного мозга. Данный пациент относится к высокой группе риски поражения костного мозга. По данным аспирационной биопсии или мелограммы костный мозг нормоклеточный без признаков поражения лимфомой, клетки костного мозга были отправлены на проточное иммунофенотипирование и цитогенетическое исследование ИФИШ. По результатам проточного иммунофенотипирования данных за поражение костного мозга лимфомой Бёркета не обнаружено, а по результатам генетического исследования характерных для лимфомы Бёркета перестроек также обнаружено не было. И по результатам гистологического исследования костный мозг не поражен. Также лимфомы Беркетт относятся к тем лимфомам, для которых характерно поражение желудочно-кишечного тракта. Была выполнена гастроскопия. Здесь, как мы помним, на позитронно-эмиссионной компьютерной томографии тотально было поражение желудка до 5 баллов подавиль. При этом в средней трети на гастроскопии определялась большая опухолевая язва размерами 4х4 глубиной до 1,5 см. Также аналогичные образования определялись на противоположной стенке желудка и в луковице 12-перстной кишки. Была взята множественная биопсия. При этом из стенок язвы желудка был получен гистологический диагноз подтверждения лимфомы Беркетта с поражением слизистой оболочки желудка. Выполнена также фиброколоноскопия визуально без явных признаков поражения лимфомой. Была выполнена множественная мультифокальная слепая биопсия неизмененной слизистой. По данным гистологического исследования, неизмененная слизистая без поражения лимфомой. Также по причине того, что лимфома Беркетта относится к группе высокого риска поражения центральной нервной системы, была выполнена лимбальная пункция диагностическая. Нормальные показатели как общего анализа спинномозговой жидкости, так и цитологического. И выполнена МРТ головного мозга, по которому данных за поражение центральной нервной системы получено не было. И установлен окончательный диагноз – это первичное множественное злокачественное новообразование лимфомы Беркетта. Четвертой Б стадии с массивным поражением, в частности, кленовидная пазуха, миндалины, щитовидная железа, лимфоузлы шеи, иногда диафрагмальные поражения селезенки, желудка, толстые кишки, брожейки тонкой кишки, поражение яичка, ребра с распространением на мягкие ткани, новообразованием мягких тканей передней брюшной стенки и многочисленным поражением костей. Также у пациента присутствовали Б-симптомы, и международный прогностический индекс составлял 3, у пациента было повышено локтадзигидрогеназа, присутствовало экстронодальное поражение и четвертая стадия. И вторым диагнозом была популярна микрокарцинома правой доли щитовидной железы. Что касается представленных нами случаев, тут можно отметить, что при диагностике, при диагностическом алгоритме у данных пациентов использовались по возможности практически все методы диагностики, которые мы сегодня осветили. При этом у каждого из пациентов имеются характерные особенности. У первой пациентки с лимфомой Ходжкина мы использовали интервенционные технологии и установили диагноз на основе гистологического анализа с иммуногистохимическим методом исследования. У второго пациента с хайгрейд Б-клеточной лимфомой мы использовали также гистологическое исследование и уточнили подтип хайгрейд Б-клеточной лимфомы при помощи ФИШ у третьего пациента. У второй пациентки с лимфомой из клеток зоны мантии мы для постановки диагноза использовали проточную цитометрию, определение иммунофенотипа клеток периферической крови, а также цитологическое исследование. И у последнего пациента использовали биопсию щитовидной железы. Здесь принципиально важным оказался пересмотр гистологических препаратов в нашем центре. Из этих представленных четырех клинических случаев мы можем сделать вывод о том, что у каждого пациента подход к диагностике должен быть строго индивидуальным, по показаниям в зависимости от результатов предыдущего метода диагностики. И мы должны использовать все максимально доступные методы диагностики для нас в рамках нашего учреждения. Спасибо большое за внимание.